12 ноября прошли публичные слушания проектов по программе местных инициатив. Это только городской этап. Три победителя прошли на республиканский конкурс, где произойдет уже окончательный выбор, кому из конкурсантов дать деньги. Второе место на городском этапе занял проект пешеходной дорожки на Лассасинском шоссе, ведущий к жилкомплексу «Скандинавия». Мы набрали 157 голосов. Я считаю, что это огромнейший результат и выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто пришел и нас поддержал. Но ведь соревновались не только вы. Что еще были за проекты? Ваши конкуренты? Всего было 6 проектов. Я не могу назвать их конкурентами, я считаю их просто тоже коллегами, потому что все проекты очень важны. Это пешеходная дорожка для скандинавской ходьбы, это место-площадка для выгула собак, это место занятия спортом на стадионе «Юность». Это благоустройство кладбища около церкви. То есть они действительно все очень важны. И вот эта программа поддержки местных инициатив позволяет все-таки вот такие инициативы, которые идут от людей, получить поддержки и их реализовать. Давайте, знаете, о чем поговорим? О вашем ноу-хау. Все-таки, наверное, за счет каких-то действий вам удалось победить и собрать такое количество голосов. Безусловно, это огромная работа, во-первых, людей, кто ко мне обратился, во-вторых, это поиск пути решений, потому что мы же думали про эту программу, либо просто обратиться к администрации, чтобы из бюджета города выделить деньги на реализацию этого проекта, но остановились на этом. Дальше, следующий этап, нужно было собрать подписи, что действительно проект очень важный. И буквально за три дня мы собрали более 300 подписей. То есть одно дело то, что вы собрали все эти документы, а другое дело, что голосовали-то чисто поднятой рукой, да? И если бы жители Скандинавии, которых вы подняли, не пришли сюда, в здание мэрии, вы бы не победили. Это был очень волнительный момент, один из самых, потому что, конечно, пришлось и проходить по квартирам, и сделать объявления, и много было звонков просто личных, да, с просьбой, придите, поддержите, потому что это очень важно. Плюс сарафанное радио, люди встречались в магазинах, в аптеках, делились друг с другом. И все-таки пришли. Это хороший пример для других конкурсантов, как побеждать. И еще немаловажное прагматичное обстоятельство. Инициативная группа во главе с депутатом Елизаветой Васильевой договорилась со строительной компанией КСМ о софинансировании проекта в размере 160 тысяч рублей. Это реально поможет проекту в его осуществлении. До встречи! Инициативная группа Корректор А.Елизаветов